Друзья, всем привет и добро пожаловать на Stratford End Россия. К сожалению, стрим закончить или продолжить не удалось. Я прошу прощения, но выкладываю вот так в записи, потому что что-то с YouTube происходит, у кого-то показывает, у кого-то нет. И я поймал себя на мысли, что сконцентрировать свои мысли какие-то в кучу я не могу, потому что постоянно отвлекаюсь на то, у кого работает или у кого нет. Что ж, давайте разбираться в том, что происходило в Манчестере, в Терби Манчестере в очередном. United проиграл со счетом 3-0 и проиграл абсолютно по делу. Проиграл некрасиво, я должен сказать, потому что в концовке у команды уже стали нервы сдавать и посыпались желтые карточки в абсолютно неспортивной манере, неспортивных эпизодах. Так не должна себя вести команда профессионалов, на мой взгляд. И в общем и целом это, наверное, свидетельствует о том, что немножко потеряли футболисты свой профессионализм. Профессионализм, в общем-то, они не принесли сегодня с собой на поле, потому что Манчестер Юнайтед как-то первые 20 минут выглядел еще более-менее нормально. Тенхак выпустил следующий стартовый состав. Давайте с вами посмотрим. В обороне вышли Виктор Линделев и Диогу Дало на флангах. Эванс и Магуайр в центре. Теперь Амрабат вместе с Эриксоном и Скоттом Мактоминым вышли в центре поля. Бруно Фернандош на фланге, Рэшфорд на левом и Расмус Хейлон в центре. Какая проблема здесь есть с точки зрения атаки, друзья? Скажите-ка мне. Бруно Фернандош на правом фланге. Отвратительный ход. И пора бы как бы закончить, затыкать дыры нашим лучшим футболистам с точки зрения креатива. Понятное дело, что Тенхак постарался придумать здесь что-то. Тенхак придумал здесь следующее, что вот эти вот три молодых человека, Скотт Мактоминый, Эриксон и Амрабат, могут потихонечку этими местами меняться. То есть вот этот треугольник, он должен быть достаточно подвижный. И вершины этого треугольника могут меняться в зависимости от фазы атак. Так, допустим, если мы в обороне, то может садиться и Эриксон и Амрабат вдвоем. А при выносе мяча, да, Эриксон может быть на мяче, потому что он ниже. И он может делать длинные передачи на Расмуса Хейлона, который здорово контролирует мяч, находясь спиной к чужим воротам. И в полоборота может убегать через плечо соперника. Скотт Мактоминый может принимать мяч. И в целом Решфорд может поддерживать эти атаки вместе с Бруно Фернандешем. Доведение до Бруно Фернандеша мяча – это первая проблема, которой сегодня не случилось. Бруно Фернандеш был потерянным и отрезанным абсолютно от мяча, поэтому у нас ничего не создавалось абсолютно в атаке. Несколько шансов было у Хейлона был шанс, у Решфорда был шанс и был шанс у Мактоминый, который потащил Эдерсон. Все, больше у Манчестер Юнайтед не было ничего сегодня. Дальше проблемы возникали на флангах, потому что фланговые футболисты у нас не там, не там, не основной. Диогу Дало уже достаточно долго играет на своем правом фланге, но так или иначе в его зоне постоянно возникали два футболиста Манчестер Сити. Одни и те же при этом. Дело в том, что здесь возникал Джек Гриллиш, он играл на левом фланге, туда же приходил Бернардо Сильва. Плюс сюда же подключался Ёшка Гвардиол, которому было довольно просто это сделать, потому что в его зоне добру на Фернандоше мяч не доводили, поэтому Ёшка Гвардиолу чего через плечо оглядываться, там все равно опасности нету, поэтому дай-ка я пойду сюда. Поэтому три в два здесь постоянно, либо два в одного. Отсюда большая опасность. И роль Бернардо Сильва здесь хочется подчеркнуть, потому что подобную роль играл Кевин Дебрюйна в прошлом сезоне, особенно в Лиге Чемпионов и Манчестер Сити. Это была такая блуждающая роль, где нужно Дебрюйна появлялся справа для того, чтобы создавать два в одного, либо слева для того, чтобы создавать два в одного, либо стягивал на себя внимание и немножко разгружал центр и освобождал Эрлинга Холланда. И вот в общем и целом Бернардо Сильва действовал сегодня в подобной роли, что стало, наверное, какой-то неожиданностью, может быть, для Дёгу Долой и, в принципе, для команды Эрик Тенхага. Эриксону нужно было совершенно точно опускаться ниже для подстраховки. Амрабату нужно было страховать и там, и тут. Амрабат часто страховал Линделёфа слева, но, естественно, разорваться он не мог. Поэтому, когда у нас садились опорники, у нас в подборе вот в этой зоне, в пресловутой, опять возникало очень много свободного пространства, где были Фоден, Альварес, Родри, три человека, которые этот мяч подбирали. Поэтому вся вот эта затея с Тенхагом, у Тенхага, который придумал вот эти вот три, трёх вот этих футболистов, плюс Бруно Фернандоша, может быть, здесь, для того, чтобы обороняться, с одной стороны, это как бы сработало, потому что Манчестер Юнайтед через центр пропускал атаки, ну, как бы почти не пропускал. Он форсировал игру на фланге. Но на флангах зачем форсировать туда игру, если там нету, как бы, людей, которые способны выиграть, как Айрон Манбисака, например, дуэль один в один. Либо слева, как Люк Шоу, например, играл. Если бы у нас были сильные фланги, выдавливайте игру на фланге и на флангах съедайте эти атаки, и дальше думайте, как разогнать, наверное, через центр и дальше через передачу, потому что там много народу. Вот. Как-то так, наверное, планировал Эрик Тенхаг. Но фланги у нас, один фланг совершенно точно посыпался. Это фланг Диогу Дало. Виктор Линделев тоже не очень здорово, мне кажется, действовал сегодня. Хотя и, ну, не было такого, что он там какие-то караульные ошибки допускал. Итого, в обороне Манчестер Юнайтед сегодня пропускал очень много подборов от Манчестер Сити, пропускал очень много через левый фланг, и оттуда, в общем-то, и пришли все опасные моменты Сити. Они пришли с левого фланга, там был Криллиш, там был Бернарда Сильва, и оттуда все время были передачи. Эрлинг Холланд забил и отдал голевую передачу на Фила Фодена. Вот, Фоден, опять же, при полном попустительстве Джонни Эванса и Серхио Ригелона, Фоден вбегал в эту штрафную уже в концовке встречи очень и очень часто. И вообще коммуникации у Манчестер Юнайтед между линией обороны, линией полузащиты не хватало. Это то, что касается тактических, ну, каких-то игровых моментов. Атаку, я думаю, разбирать не стоит, ее просто не было. Юнайтед убежал в несколько контратак, которые, ну, наверное, разбирать не стоит, потому что это индивидуальное мастерство футболистов, которое, в общем-то, не принесло нам голов сегодня. Юнайтед пропустил очень много угловых, да, это почти 8 угловых было в первом тайме. И в целом Юнайтед играл без мяча. То есть вот мы отодвигаем на второй план, наверное, всю тактическую работу, тактическую подготовку, потому что эти идеи работать не будут, если у вас нету базовых принципов. А базовые принципы – это что? Базовые принципы – это работа на поле, коммуникация и самоотдача. Ничего из этих трех моментов в Манчестер Юнайтед сегодня не было. Ну и о чем здесь тогда говорить, что же здесь, собственно, тогда разбирать с тактической точки зрения, вы спросите, если у нас нет базовых навыков. И самый главный вопрос теперь – откуда их взять? Откуда их взять? Откуда черпать вот эти резервы? Где резервы уверенности? Где резервы какого-то, ну я не знаю, что нужно сделать Манчестер Юнайтед для того, чтобы команда завелась снова? Как она завелась в том сезоне? В том сезоне после двух поражений мы откатились к игре на контратаках. И это сработало, потому что есть набор футболистов, которым более знаком стиль игры, когда выбиваешь вперед и играешь на контратаках. Футболисты-то те же самые остались. Да, у нас большие проблемы с обороной, потому что у нас 4 неосновных футболиста там играют. Да, у нас Амрабат, который вот индивидуальные перформансы, если разбирать. Амрабат. Плохо. Опять плохо, понимаете? Даже с учетом того, что сегодня рядом с Амрабатовым действовал Эриксон, плохо. Амрабату не хватает интенсивности. И вот здесь вот начинает как бы задним умом мы все сильны, да, понятно. Я вот сейчас думаю, что Амрабат сейчас играет хуже, чем Фред. Фред был хотя бы интенсивный человек. Он хотя бы метался как собака от одного игрока к другому. Да, он мог потеряться в этом абсолютном каком-то хаосе, который он сам и же и создавал. Но Амрабат не обладает интенсивностью. Ставит корпус. Абсолютно глупая желтая карточка с Фодденом. Зачем вот эта реакция? Зачем? Ну, то есть непонятно абсолютно. Юнайтед не бегает. Главная проблема. Не бегает, потому что устали. Не бегает, потому что перезагрузили. Не бегает, потому что не хотят. Не бегает, потому что Тенхаг потерял раздевалку. Я не знаю. Я не знаю, честно. Но проблема в этом прежде всего. И в моменты, на мой взгляд, вот сейчас, что стоит делать Тенхагу, и как нельзя, кстати, к нам пришел матч Кубка Лиги против Ньюкасла, правда, а не против какой-нибудь попроще команды. Сейчас нужно выпустить на поле тех, кто хочет играть, кто жаждет играть, кто долго ждал своего шанса. Потому что явно понятно, что те игроки, которые находятся на поле, им нужно либо отдохнуть, либо перезагрузиться, либо немножко отвлечься от всего того, от всего негатива, который происходит. Потому что сейчас выливать будет очень много всего. И поэтому игроки а-ля Ганнибал Межбри, Коби Майно, молодые футболисты, которые заряжены и готовы играть. Расмуса Хейлона никуда не стоит девать. Алехандро Гарначу поставьте играть вместо Маркуса Рэшфорда. Нужен какой-то свитч, нужно переключиться, нужны другие лица, хотя бы на один матч. Просто для того, чтобы те, кто плохо сыграл этот матч, они поняли, что нужно играть лучше. И они поняли, что у них есть молодежь, пусть даже молодежь, которая, может быть, уступает в качествах. Но то, что для тренера важна самоотдача, и если они будут отдаваться больше, они будут больше играть. Поэтому я, честно, ожидаю какое-то большое переключение в матче против Ньюкасла. Не слишком, наверное, большое, потому что все-таки это матч за кубок, и нам нужно его в целом выигрывать, если мы хотим дальше в кубке прогрессировать. Ну, вопрос опять, нужно или нет, это уже другое дело. Я считаю, что нужно бороться за все трофеи, пока мы можем это делать. Но в целом, Межбри, Майно, кого-нибудь еще, кому-нибудь еще нужно. Понятное дело, что Ван де Бек где-то там сидит. Ну, выпустите его, пускай Ван де Бек поиграет. Если он работает и выполняет установки тренера, пускай играет Ван де Бек, а не кто-то еще. Мэйсон Маунт долго не играл, выпустите Маунта с первых минут, пускай поиграет. Ну, опять же, а кем заменять вот Казимира? Вот Казимира сейчас нету, Амрабат, допустим, тоже его не выпускать. Выпускать, ну, Кобе Майно только. Кобе Майно, Межбри и, я не знаю, Бруно Фернандж. Вот такая линия полузащиты сработает? Может быть и сработает, давайте попробуем. И это я все говорю относительно того кризиса, который в Манчестер Юнайтед, безусловно, назрел. Расмус Хьюэлл, он выглядит очень хорошо в этом кризисе, потому что он крайне уверенный в себе молодой человек. Он очень смело идет на все, на любой челлендж, он прям хорошо, хорошо работает на поле. Ну, вот, правда, переработал в пенальти с Родри. Пенальти с Родри. Эпизод, который, пожалуй, ну, один из ключевых, наверное. На мой взгляд, пенальти, наверное, был, но это довольно скользкий эпизод. И сколько таких эпизодов в динамике случается, это просто, друзья, ну, это в каждом матче по 4-5 таких эпизодов, вот, они случаются. Не всегда в чужой штрафной, там, в своей штрафной, не всегда в штрафной. Но такие эпизоды есть, и в динамике они выглядят как вот так, понимаете? Когда вы начинаете замедлять и вот как-то вглядываться вот в эти детали, это все выглядит более драматично и более ужасающе, чем это было на самом деле. По факту, это момент, когда выбегает Родри, Расмус вот так вот просто вытягивает руку, Родри хватается за нее, падает. Это пенальти. В динамике этого пенальти не дали. Пересмотрели, и опять же, пересмотрели 5 раз. Когда вы пересматриваете этот момент несколько раз, это значит, что вы не уверены. И подобная история была в матче Crystal Palace против Tottenham. Когда там тоже пересматривали руку Андреа Ю, когда он забил, да, он принял мяч вот сюда, скользнуло ему мяч по руке или нет. Ну, там пересматривали 6, 7, 8 раз. Не нашли нужного угла. И гол засчитали в итоге. Здесь пересматривали 5 раз, и, ну, на мой взгляд, это такое. Понять это решение можно, но, как бы, справедливое ли оно на все 100%, пожалуй, нет. Пожалуй, нет. И это решение сломало Манчестер Юнайтед психологически. Я об этом не сомневаюсь. Потому что эта команда, эту команду может сломать один момент. Абсолютно любой. Любая несправедливость, что-то внутри ломает эту команду как щепку просто. И это еще один момент, над которым Юнайтед нужно работать. Психологическая стабильность, она абсолютно в ужасающем состоянии уже сколько времени. Подводя итог всему этому. Юнайтед проиграл на классе. Манчестер Сити. Могли ли мы что-то навязать этому Манчестер Сити, если бы мы были в лучших кондициях? Да. Мог ли Манчестер Юнайтед попытаться сыграть по-другому? Да. Но после драки кулаками не машут. Тенхак выбрал тактику. Она частично сработала, частично не сработала. Но заканчивать встречу так, как Манчестер Юнайтед ее заканчивал, когда вышел Антони для того, чтобы обострять игру, а вместо этого начал лупить одного из лучших дриблеров АПЛ Жереми Доку по ногам, причем специально, нацелено, пытаясь его спровоцировать. Доку ему что-то сказал, Антони начал брыкаться, драться, потом еще опять от него не отстал. Это некрасиво. Это некрасиво. Это детское поведение. Вы должны контролировать себя в таких моментах, и проигрывать тоже нужно уметь. Юнайтед сегодня проиграл очень плохо. Проиграл по делу и не сумел смириться с этим поражением, потому что Бруно Фернандеш брызгал слюной в адрес арбитров, Харри Магуайр тоже, Джонни Эванс каким-то приемом из Тейквондо уложил на газон Родри. И все это под аккомпанемент трех забитых голов Манчестер-Сити. Когда это все закончится, друзья, я не знаю. После матчевого стрима в том отрезке, который состоялся, мне написали «Сними майку, не позорься». И я вам хочу сказать, что если вы готовы снять майку, снимайте. Я не буду снимать эту майку никогда. В каком бы дивизионе мы ни играли, я никогда не сниму эту футболку, потому что эмблема рядом с сердцем, я не могу ее снять. Я не могу у себя из сердца вытащить клуб, потому что он плохо играет. Как говорится, хоть победа, хоть беда, я с Юнайтед навсегда. Мы, друзья, можем с вами наблюдать, анализировать, разбирать, обсуждать. Но в дни матча мы должны поддерживать команду, несмотря ни на что. Кто бы ее не тренировал, кто бы за нее не играл. Да, согласен, ощущения от команды, вот от этой, ощущения гордости нет. Ощущения какого-то боевого духа бойцовского тоже, наверное, нет. Моментами. Моментами. Хочется надеяться, что этих моментов будет больше уже в следующей игре. И из этих маленьких моментов сложится большой моментум Манчестер Юнайтед, чтобы мы, наконец, стали играть лучше, а результат придет. Рано или поздно. У меня же на этом все. Напишите свои мысли. Давайте пообщаемся в комментариях. Был рад всех видеть. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова